Российский журналист Сергей Пархоменко, известный всем слушателям Эхо Москвы, сейчас работающий в США, сравнил скандал вокруг увольнения президентом США Дональдом Трампом директора ФСБ Джеймса Коми, два дня тому назад у меня был о нем ролик, с Уотергейтским делом, которая закончилась единственной в истории США прижизненной отставкой главы государства Ричарда Никсона в 1974 году. Соответствующая запись появилась на странице Фейсбук Сергея Пархоменко. Итак, президент Трамп только что внезапно уволил директора ФБР Джеймса Коми, того самого Коми, который является сегодня ключевой фигурой в огромном расследовании, посвященном контактам трамповского штаба с российскими спецслужбами по ходу избирательной кампании. Последний раз Коми меньше недели назад участвовал в очередном раунде слушания об этом в Сенатском комитете по безопасности. Пархоменко добавил, что увольнение Коми обставлено гротескными и балаганными подробностями. Письмо об отставке Коми лично привез бывший начальник охраны Трампа до президентского времени. И в письме обнаружились поразительные фразы. «Хотя я чрезвычайно признателен вам, что вы трижды по разным поводам информировали меня о том, что я сам не нахожусь под следствием, тем не менее я согласен с решением Министерства юстиции о том, что вы не в состоянии эффективно руководить бюро», – написал Трамп. Пархоменко подчеркнул, что фраза Трампа «хотя я сам не нахожусь под следствием», напоминает об Уотергейте в параллелях с Никсоном один в один. «Давайте, дорогие трампоманы, собирайтесь сюда, расскажите мне, почему люди, которые пытаются понять это безумное решение, и я вместе с ними, не должны сравнивать это увольнение со знаменитой «Субботней резнёй» в октябре 1973 года. Тогда Никсон потребовал уволить специального прокурора Кокса в разгар Уотергейского расследования, прокурора, расследовавшего его же Никсона преступлением. А потом хладнокровно принял протестные отставки генерального прокурора и его заместителя. И это был большой, уверенный, решительный шаг скорому импичменту», – отмечает Пархоменко. Похоже, отчёт будущей хроники импичмента Трампа начнётся с сегодняшнего дня.